Всем привет! Сегодня записываем первый урок про файловую систему в лав 2d. Почему не для луа, а для лав 2d? Потому что в лав 2d есть особый набор функций для файловой системы. Но мы сегодня очень сильно будем подсматривать галочки. Вот кстати рекомендую первым делом идти не по этой ссылочке, которую вы наверно привыкли смотреть. Эта ссылка удобна для того чтобы сохранить этот файл куда-нибудь на диск и в оффлайн режиме на даче без интернета читать подсказки по вашим любимым функциям. Идем на официальный сайт love2d.org в вики и выбираем здесь например love файл систем. Итак, почему мы будем смотреть не файловые функции луа оригинальной, а лав 2d? Дело в том, что love2d она заточена на работу под разными платформами, например под тем же андроидом. И для безопасного для безопасной работы с файлами чтения записи там приходится некую абстракцию ввести. Ладно, не задумайтесь над этими умными словами. Что я хочу сейчас сделать на практике применить? Вот у меня уже какая-то заготовочка есть. Писать я буду все вместе с вами. Я хочу сделать некий редактор графический. Мы будем рисовать прямоугольники различных размеров и сохранять их на диск. И потом мы должны считывать эти прямоугольники из диска. Для этого у меня уже есть заготовочки. Работа с кнопками я это поясню. Работа с мышкой вы наверное должны уже знать как работать с мышью. Тут я использую callback эта функция вызывается когда я нажимаю клавишу мышки. Она получает x, y. Координаты где у нас находится мышка. Какая кнопка была нажата. И тачскрин это или настоящая мышка. Мы игнорируем этот из тач. Давайте проверим. Я сейчас нажал мышкой, а сейчас нажал тачем. Так, тач. А извините, у меня тач отключается, когда мышка подключена. Итак, я добавил вывод в консоль специально, чтобы легче было отлаживать, пока я не рисую эти прямоугольники. Вот здесь нажал мышку, отпустил. Видно, что было нажато по координатам 32, 24. Или вот нажимаю и зажав кнопку тяну. Допустим, я рисую наш прямоугольник. Отпускаю. Вот появилась уже новая координата. Так, по эскейпу тут у меня выход. Давайте сейчас сделаем, не мешает это повторить, сделаем рисование наших прямоугольничков. Так, прямоугольники мы будем хранить. Давайте, например, лока R. Скобка-скобка. Здесь мы... Чуть-то я торможу. Так, давайте сделаем специальную функцию для создания нашего прямоугольничка. Например, function addRect. Так. Ага. Мы будем ей передавать x, y. Ширину и высоту прямоугольника. Вот. Функция будет просто записывать это все в табличку R. R присвоить. Точнее, R. Последний элемент R плюс 1. Наверное, смотрели в предыдущих уроках, как все время добавлять в конец таблицы новый элемент. Вот с помощью такой записи. И у нас будет храниться прямоугольник вот так. Цвет мы хранить не будем. Так. Как теперь пользоваться этой функцией? Мы должны какие-то временные переменные завести. px, p, y. Так. Ну, это нам уже не нужно, наверное. Так. Здесь мы при нажатии мышкой первый раз мы запоминаем эти координаты. Так что px, p, y. Присходит x, y. А здесь мы уже будем вызывать нашу функцию. Давайте без защиты от дурака сделаю пока. Так. Подразумеваем, что левый верхний угол... Мы всегда будем начинать рисовать наш прямоугольник с левого верхнего угла. Тянуть мышкой вправо-вниз. Так. Тогда у нас будет здесь вот так. px, p, y. Начало координат. Не начало координат. Левый верхний угол нашего будущего прямоугольника. И здесь мы должны ширину указать. Так. Ну, это значит... x минус px, y минус py. Так. Ну, а здесь мы в нашем диаграме, где у нас там добавление прямоугольничка... Давайте для отладки мы пока выведем на экран. Добавлен и вот... Напечатаем вот эти переданные документы. Так. Нажимаем, тянем, отпустили. Так. Добавился прямоугольник с координат 32-24 и ширина... Ага, добавился следующий, следующий, следующий. Давайте сделаем отрисовку. Наших прямоугольничков. Так. Ну, тоже давайте функции сделаем. Почему бы и нет. NoRects. Кстати, никаких параметров не будем передавать. Пусть она у нас... Все автоматически в цикле делает. ForE. От одного до длина нашей таблички. Как там у нас? Никто не напомнит, как рисовать. LoveGraphics. Кстати, сегодняшний урок, он и для Love2D версии 10.2, и для 11 версии. Так как отличия файловой системы минимальны. И они не затронуты в этом уроке. Так, ну, будем... Будем не закрашенные прямоугольники рисовать. Будем контуры прямоугольников. Так, здесь мы должны... Давайте-ка мы вот так сделаем. Просто, чтобы не возиться, в P прямоугольник занесем. Так, ну, и теперь будем возвращаться к нему так. Так, PX, P.Y, P. Ширина, и P. Высота. Нам это не нужно. Ну, кстати, чтобы немножко быстрее работало, надо делать вот так. Один раз объявляем, и потом присваиваем много раз в нее. Так, ну, давайте DrawRex. Будем вызывать из LoveDraw. И, по идее, у нас уже должны... Ага, плохой аргумент. Аргумент 2. Интересно. Так, это сразу у нас произошло? Ну, давайте посмотрим. Без отладчика. Так, 17-й. А вообще, давайте-ка посмотрим подсказочку нашу. Low Graphics. Graphics. Rectangle. Режим X и Y. Все должно быть правильно. Так... Давайте-ка... Уведем на экран... В консоли. Что у нас там рогнулось? Нем-нем. Интересно. Так, R... Знаете что, давайте не будем с локальным заморачиваться. Надеюсь, в этом проблема. Нет. Что же не так? А за тренеменные... Так... Все правильно. Правильно. Так... Давайте напечатаем еще. Ладно, бог с ним. Давайте попробуем отладку тогда включим. Чего же мы тут... Так, ставим точку останова. У меня, кстати, есть отдельный урок, как работать с отладчиком. Так, запускаем отладку. Ошибка в 12-й. Что я там наделал? Нехорошего. Ага. Скобочку. Запускаем отладку. Так, в 18-м. Почему он не... Не остановил? Ага. Так. Для лав-двд должны быть добавлены... Дебаггинг. Вот. Мы вот такие вот строчки забыли. Нет, неправильно. Ладно, тогда мы идем... Ну... Нужно включить моддебаг. Да, вот есть тут видео уроки. В том числе и я рассказываю в своем уроке, как включать. Вот мы вот эту строчку добавляем. Так, ребят, я... Да, вот так вот отладчик запускать. Отлично. Вот. Отладчик у нас дошел сюда. Теперь мы можем посмотреть, что у нас в R и там находится. В R и там все отлично. Что у нас в P находится? А, ну да. Мы должны сделать шаг. Сделали. Теперь смотрим, что у нас в P. Отлично. А, ребята. Ну, глупая, конечно, у меня ошибка. Здесь у нас индексы числовые. Пусть так и будет. Ничего страшного. Нам проще будет делать сохранение файла. Ну, что, надеюсь, все теперь работает. Что там за нилы печатаются? Так, что за нилы? Так, давайте все эти прикрытии убираем. Еще раз сразу будем отладчиком пользоваться. Так, смотрим. Отлично. Кстати, удивительно, но защита от дурака не потребовалась. И вы видите, что если я начинаю рисовать прямоугольник с правого нижнего угла, веду его влево вверх, то прямоугольник все равно у нас рисуется. И если вы понимаете, как работает лав, это не просто один раз нарисовался. Каждый кадр, каждый FPS, в FPS у нас по умолчанию 60 кадров в секунду, выводится с самого первого до конца. Так что каждый 60 раз в секунду выводятся все наши прямоугольники, которые у нас есть. Ну, ладно. Мы понимаем, что... Кстати, давайте сейчас сделаем вот так. Так, запускаем отладчик, рисуем три наших прямоугольничка, 4, и делаем остановиться. И давайте теперь посмотрим, что у нас находится в таблице, как у нас выглядит наша табличка. Так. И мы можем просто, наверное, сделать так. Просто R. Посмотреть, что у нас находится в R. Добавить выражение. Так. Так. Тлаточная. Но все-таки нужно, видимо, где-то точку остановить сделать. Почему мне не выводит сейчас выражение? Все работает. Так. А, понятно. Вот. Так, опять. Давайте попробуем сделать вот так. Так. Здесь какое-нибудь выполнение любой команды. И запускаем. Так. Ага. R почему-то не видно. Давайте попробуем опять изменим нашу локальную переменную. Сделаем глобальную. Запустим. Вот. И посмотрим, что у нас находится в R. Ну, все нормально. Да. Так. Добавим выражение. Вот. Мы теперь видим, что у нас в таблице есть первый элемент. Так. Ну, давайте я продолжу выполнение. Продолжаем. и могу рисовать дальше. Только немножко не понял, куда делся у нас. Так. Опять. Остановили. Да. Вот мы видим все наши 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 Очень интересно. Почему не показывает 5 или я его... А, понятно. У него ширина-высота равна 0. Так что все отлично. Все отлично. Запускаем. Так. Остановили. Все отлично. 6. Ага. Ну, смотрите, как у нас получается внутри большой таблицы внутри таблицы находятся маленькие таблички. Каждая табличка это наш прямоугольник, у которого есть координата x, y ширина-высота. Все нормально. Мы можем создавать наши прямоугольники, но они у нас хранятся в памяти. Мы должны как-то попробовать сохранить на диск. Так. Ну, давайте попробуем. Сделаем функцию. SaveRects. Сохранить все наши прямоугольники. Так. Ну, давайте теперь переходим к файловой системе. Заодно поясню, что вот такое. Что вот это за функция. Так. Так. файловая система. Нам нужно... Кстати, здесь написано, где хранит лав, где хранит ваши сохраненные файлы по умолчанию. Это вы сами почитаете. Есть, кстати, русский язык. Давайте русский включим, если он здесь доступен. Русский. Ну, отлично. Так, кстати, будет вам, наверное, понятнее. так что сразу идем на официальный сайт. Читаем подсказку по чему угодно. Здесь местами, конечно, перевод не очень, но почти везде адекватный, хороший. Так, нам нужно write использовать, записать, записать данный файл. Функция очень простая. и аргументы у нее будем передавать ей простые. save. Я уж пишу рейв какой-то. Уначенный рейв. Так, выбираем в файл название файла. Ну, например, будет rects.txt. какие данные мы будем писать в нее? Данные мы будем писать ага. Ну, давайте посмотрим, как у нас ровнется и как мы не можем напрямую писать табличку в текстовый файл. Давайте запишем сначала какую-нибудь строчку. hello например local t Привет, Здесь пишем t Как размер узнать t помните решетка t так save. rects мы сделаем на клавишу s английскую должно записывать файл. Так, запускаем нажали s теперь смотрим в папку. Так, папка, папка. Где же я сделал love по-моему, вот love. Вот. Я вам до этого не показал этой папки видно, что она создана во время записи этого урока и там должен был появиться файлик hello guys отлично отлично все записалось пусть эта папочка открыта теперь объясняю, что вот это за функция set identity identity мы можем создавать и иметь даже несколько папок или для нашего проекта или обычно это одна папка например у вас ваша игра какая-нибудь супер игра называется supergame если я теперь запущу нашу программу то файловом хранилище он находится в одной папке все проекты love определенной версии все все сохранения вот с нажал так чтобы теперь опять посмотри все находятся в одной папке эта папка лежит но тут видно что юзер с каким-то именем я data roaming love уже внутри этой папки создается папка с идентификацией которую вы выбрали supergame появилась эффект про это написано у нас вот здесь файл систем вот во первых про пути которые по умолчанию которые я вам сейчас говорил и вот вы можете например сделать света identity здесь есть пример почитаете не будем пока в это углубляться главное работает сразу здесь пишите супер название своего проекта не забывайте это делать кстати а давайте если мы не вызовем эту функцию и попробуем запустить наш проект нажимаем с чтобы у меня сохранилось что-то и теперь идем в папку love так я не вижу где это у нас а fastlesson создалась папка автоматически видимо с именем папки в которой находится да да вот она папочка в которой находится исходный файл ну что ж разумно разумно создается такая же папка с таким же названием здесь и вот появляется xtxt ок давайте папочку оставим открытую удаляю вот эту вот видите вы поняли про эту функцию тоже нам не надо потому что здесь я инициализирую уже так давайте теперь попробуем записать какие-то данные в наш файл давайте подготовим эти данные есть простой способ есть сложный есть правильный не забывайте что вы пользуетесь языком луа можно готовить данные уже готовые для чтения и выполнения интерпретатором луа так что нам нужно сейчас будет например сделать вот так R присвоить это мы как будто заново в нашу табличку присваиваем R присвоить открываем скобочку а дальше мы должны в цикле и и от одного до длины R должны кстати вот этот success переменная мы здесь можем условия проверять успешно записался файл или нет почему файл может не записаться например у него имя неправильное неправильный путь указали или неправильные другие аргументы или этот файл уже у вас открыт в этой папке и кто-то там его открыл редактором пытается изменить он его занял монопольно и вы в это время пытаетесь его еще раз записать тогда тоже будет ошибка так так что для подготовки нашей таблицы мы должны его превратить в текстовую строчку а потом текстовую строчку записать вот этой вот функции эту строчку я уже не меняю здесь все нормально ну давайте присвоить т добавить добавить давайте-ка я отсюда немножко украду такую вот вещь чтобы не дописывать везде вот этот индекс будем писать п первое а нет 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 ребята сначала надо еще сюда в кавычках фигурную скобочку добавить п первое это у нас х будет идти потом идем запятая красота нам не нужна пробелы мы будем не будем здесь отступать чтобы поменьше наш файл занимал так ну и здесь мы должны повторить все это для остальных аргументов только три четыре только здесь у нас будет уже скобочка спасибо из гулуа что мы можем в таблице последний элемент не добавлять ну вот если бы мы что-то такое делали для другого языка нам бы все пришлось бы контролировать сколько элементов если это последний элемент то в последнем элементе ну таблицы не добавлять эту запятую а во всех остальных предыдущих нужно добавлять запятые чтобы ну надеюсь вы поняли не хочу такие простейшие истины объяснять но по крайней мере луа нас избавляет от некоторых проблем так ну это мы добавили и в конце нужно еще раз сделать т плюс т и закрывающую скобочку вот в принципе то что я вам сейчас показываю есть уже наверное готовые библиотеки бог с ним нарисуем два прямоугольничка нажимаем S и смотрим что у нас тут ну вроде все как я и хотел видите запятая лишняя это все нормально ничего страшного здесь будет значение пустое nil и как бы без ошибок произойдет присваивание в глобальную переменную но наш способ позволяет работать только с глобальными переменными там есть небольшие нюансы ладно давайте теперь сделаем считывание давайте не считывание давайте сделаем сейчас clear rects clear rects это очень простая функция она в R будет присваивать гулять будет наш R так ну давайте мы ее сделаем на буковку C clear clear rects и давайте проверим как она у нас работает нарисовали 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 назвали C стерли отлично для чего это сделал чтобы мы добавили следующую кнопку L load считать L здесь мы сделаем load когда мы этот load доделаем на этом у нас урок и закончится вот загружать мы их будем другой функции которая у нас здесь присутствует в file system от системы load и у нас тут в других уроках и другие способы еще ну не load read прочитать содержимое файл так давайте вот так ну и напечатаем size это размер считанный размер данных который мы считали по идее он должен совпадать решетка contents содержимое вот давайте кстати вот так и сделаем еще для проверки сделаем вот так шутка contents так контейнер имя файла мы должны повторить придется мне прочитать что здесь какие можно так можно только имя и размер all давайте попробуем что он более простым вариантом так значит у нас идет имя файла оно всегда из одной и той же папки которую мы здесь меняли помните identity меняли так давайте попробуем без сайза считывает или нет опускаем что там сохранили считали ага отлично отладочная печать так давайте еще раз читаем да отлично размеры совпадают вроде только у нас не загружается понятно мы просто на экран печатаем а давайте сделаем чтобы у нас и загрузка произошла загрузка вот третий так так в принципе можно загрузку сделать с помощью вот такой вот вещи dofile но этот dofile это не стандарт dofile это не стандарт у него нет кроссплатформенности как лав 2d так что так нам например нам нужно будет просто воспользуются функции вот если правильно помню пишем вот не компенс сохранили читали нет давайте будем то я совсем забыл так dofile я понимаю как у нас делать делать это из памяти а так ребята я не той пользуюсь нет read можно было проще сделать вот есть у нас load да 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 ребята извините я пошел по более сложному пути можно вот такой функции воспользоваться ну здесь вы видели пример хороший который вам тоже пригодится как содержимое текста файла считать вот мы его читали у нас есть уже load это загрузка то что я сейчас хотел сделать а мы и 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 так и мы запустим этот чанк мы как будто бы загрузили исходный код на лова и мы сейчас его запустим видите как функцию так ну давайте посмотрим смотрим и охране и и и и и и и и и Опять нажимаю help. Все отлично. Ну что, давайте заканчивать урок. Не бойтесь читать. Видите, мне как помогает все время help и подсказки. Читаем все время help. Выбираем свой любимый русский язык. На русском читаем. Не теряемся. До новых встреч. Я, наверное, продолжу урок. Я хочу прочтение из файла и запись сделать без вот этого ручного создавания. Вот здесь вот то, что я делал. Я хочу воспользоваться какими-нибудь готовыми функциями, чтобы можно было и вложенные таблицы в таблицы, и с индексами не числовыми, а с ключами можно было записывать. Ну, по крайней мере, теперь вы уже можете делать сохранение каких-нибудь рекордов, сохранение лабиринта вашей игры. Ну, что хотите. До новых встреч. Подписывайтесь, лайки, все такое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!